Привет, друзья! В этом видео тестируем самый народный бюджетный видеорегистратор от компании Xiaomi. Также не пропустите конкурс с денежным призом, в котором мы разыграем полторы тысячи рублей. Поехали! Спонсор конкурса канал WellFix.ru. Там вы найдете интересный обзор на смарт-гаджеты из мира хай-тек. Все приправлено юмором, шутками, качественными экспериментами и, что самое главное, независимым мнением. Все лучшее на канале WellFix. Ссылка в описании. Ну а условия конкурса на денежный приз озвучу позже. Подписывайтесь, конкурсов будет много. Заказ был сделан на Алиэкспресс. У продавца есть неплохие варианты сразу с покупкой карты. Но скажу больше. Цены уже есть и 29 долларов, а как для Xiaomi и качество. Эта цена, я считаю, лучшая вообще, что есть на рынке. Коробка небольшого размера, в которой находится комплект. Спасибо Xiaomi, что добавляют пленку промежуточную между лобовым стеклом и мощным трем-скотчем. Я уже с десяток регистраторов тестировал, и оторвать старое крепление это та еще проблема. Я думаю, вы понимаете, о чем я. А вот эта пленка решает все эти проблемы. Есть кабель питания USB-MicroUSB и также адаптер в прикуливатель с выходом 5 вольт и 2,4 ампера. Скромный, на один порт и из пластика. Дизайн регико-компактный, и уже такие бочки встречались от других производителей. С одного торца порт для SD-карты, поддержка до 64 гигабайт. Порт MicroUSB для питания, зарядки аккумулятора встроенного. Его хватает на 15-20 минут работы. С другого торца единственная многофункциональная кнопка, вокруг которой расположен индикаторный светодиод. Одно нажатие включения, одно долгое нажатие выключения, одно нажатие при включенном устройстве, это включение-выключение Wi-Fi. Трехкратное нажатие форматирования карты памяти, пятикратное нажатие сброс к заводским настройкам. Светодиодное кольцо вокруг этой кнопки иллюстрирует режим работы. Синий включен, зеленый идет запись, красный – ошибка. Видео автоматически записывается в Full HD разрешении, угол обзора 130 градусов. И китайцы в один голос кричат, что здесь присутствует голосовое управление. На FOPDA есть тема, как это реализовать, и тогда можно командовать, записать видео, снять фото, записать без звука, записать со звуком, отключить Wi-Fi, включить Wi-Fi. Возможно, это для кого-то будет полезным. Да и как это минимум уже интересно. Экрана нет, поэтому для настройки и просмотра файлов нужен смартфон и приложение. Есть уже и для России, но у меня почему-то в Украине оно скачиваться не захотелось. Установил английский вариант. Настроек немного, на главном экране можно выбрать просмотры файлов, сделать фото. Качество картинки хорошее, поэтому цепляем в машину и едем тестировать. Если установить за зеркало заднего вида, то регика вот вообще практически не видно. Но совсем неудобно будет нажимать на кнопку боковую, хотя это и делать часто не нужно. Зазор можно оставить, и тогда будет все в порядке. Снимать его можно, но не потеряйте гайку, а лучше ее приклейте. А так уже неделю катаю и вообще его не снимаю. Проще со смартфона стянуть файлы и посмотреть, или уже непосредственно с Android магнитолы. И еще одна особенность, друзья. Если у вас есть автомагнитола на Android, то этот видеорегистратор можно без проблем подключить. И уже наслаждаться, так сказать, картинкой, настройками без помощи смартфона. Прямо сюда сохранять на большом экране уже и просматривать видеофайлы, ваши ролики. И также вот настраивать картинку, как вам будет нужно. То есть все работает хорошо. И я думаю, что такой вариант расположения и любые другие видеорегистраторы лучше будут себя чувствовать, если у вас будет вот такая вот магнитолка. Сейчас практически на все автомобили они продаются. И обзоров на моем канале уже есть около трех, как минимум. Так что вот такие дела. Видеорегистратор более чем хороший. Все съемки ночные, дневные меня устроили. Так что, скорее всего, пока он останется у меня на лобовом стекле. Днем поймать машину в моем небольшом городе сложновато. Но в целом вы уже видите качество картинки. Баланс белого, цветопередача, угол обзора для такого бюджетного устройства просто топ. Но все-таки я поймал машину. Видите, номера различимы. Метров 10-15 точно. И даже встречную можно стоп-кадром поймать и прочесть информацию. Вечером ситуация ничуть не хуже. Датчик, он же сенсор изображения, установлен Sony IMX323 на 2 мегапикселя. Диапазон диафрагмы f2.2. Аккумулятор на 240 мАч. Длина записанного ролика 1 минута. Вечернее время съемка также больше понравилась, чем нет. Несмотря ни на самую лучшую светосилу. Вот, друзья, как я и сказал, 2.2. Но цена 30 долларов и такая картинка, да и вообще и качество, это уже отлично. Регистратор действительно заслуживает звания народного и бюджетного. Не самое удачное крепление. Нет возможности регулировки по горизонту. Но в большинстве случаев это не нужно. Однопортовая зарядка также не проблема, так как все лучше прятать в блок с предохранителями. А вот качество, съемки и цена, да, это отличное сочетание. Причем повторюсь, что цены бывают и по 29 долларов, а с кэшбэком это еще и меньше будет. Снижайте их, не стесняйтесь. Letyshops, первая ссылка в описании под видео. Ставьте лайк и подписывайтесь, впереди много всего интересного. Для победы в конкурсе нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал спонсора и мой и оставить ссылку на свой канал в гугл форуме. Итоги подводим через неделю на втором лайв канале. Приз полторы тысячи рублей. Сами, что нужно себе приобретете. Спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Семер записи видео и звука, видеорегистратор 70mei от Xiaomi. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok